Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Главные новости на сегодня. Западная Армения. Харберт. Представители парламента Ассамблеи Совета Европы посетили Гурийский регион, зафиксировав перекрытие трассы. Исламизированные армяне. Часть первая. Ситуация в Западной Армении после землетрясения Самосад. 20 февраля 1988 года началось арцарское движение. Армянские учебные заведения Западной Армении Кицейск-Кютари. Выдающиеся сыны Западной Армении Торос-Рослин. За последние три года в Харберте произошло три крупных землетрясения. Имеющие 5000-летнюю историю, город Харберт даже после последнего разрушительного землетрясения не пострадал. В частности, в минорете Эгри, Харбертской крепости и других исторических гостевых домах, также в банях и в частных домах, изогнутых больше Пизанской башни, во время землетрясения не упал ни один камень. Соседние постройки и другие исторические памятники также не пострадали. Губернатор Сюника Роберт Гукасян 18 февраля встретил и сопроводил прибывших в Сюник с миссией по сбору фактов садокладчиков Парламентской ассамблеи Совета Европы, ответственных за мониторинг выполнения обязательств в Армении Кима Келюнена из Финляндии и Бориано-Оберг из Швеции. Садокладчики встретились с арцахсами, нашедшими приют Сюники вследствие закрытия Берзорской дороги. «Мы здесь, чтобы выяснить, что на самом деле происходит на дороге Сюник-Орцах. Мы хотим услышать, понять ваши переживания, чтобы представить их в наших докладах», — сообщил Кимок Келюнен. Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы также посетили КПП дороги, связывающие Горийский регион с Арцахом, зафиксировав перекрытие трассы. Вторгающиеся в Армянской Нагоре в разные периоды придерживались политики насильственной добровольной ассимиляции местных коренных народов, в том числе и армян, одним из основных методов осуществления которой была принудительная смена веры или вероотступничества. Принудительно приняв ислам, часть армян с течением времени по разным причинам волей-неволей отошла также от корней и исповедующих христианства родных, что в конце концов привело их к частичной или полной ассимиляции. Насильственная исламизация армян охватила особенно большие объемы после вторжения тюркских племен в Малую Азию и Армянское Нагорье. Наиболее подходящим мишенью для вероотступничества были дети, исламизировав которых в раннем возрасте можно было легче стереть все еще формирующееся национальное и религиозное самосознание. Говоря об исламизации армян, в годы геноцида ряд турецких источников подчеркивает, что многие армяне также добровольно приняли ислам. Однако, как упоминалось выше, принудительно добровольное на самом деле означало выбор между смертью и жизнью. Некоторым армянам было навязано принять ислам, но это не имело и не могло иметь повсеместного характера, поскольку турецкая государственная машина в 1915 году на самом деле хотела истребить, а не симилировать армян. Приостановлены поисково-спасательные работы в одном из наиболее пострадавших от разрушительного землетрясения городов Западной Армении – Самосатти. На данный момент спасатели очищают окрестности от завалов. Вероятнее всего, под завалами находятся трупы тысячи людей, часть которых постепенно находят. Официального заявления о том, сколько зданий было разрушено, сколько людей погибло или ранено, сколько людей осталось под завалами – нет. Прошло 12 дней после землетрясения. В Самосате все еще есть сотни зданий, руйны которых так и не тронуты. Отчаявшиеся родственники все еще ждут, но их надежда угасает с каждым часом. В значительной части Адыямана нет воды и электричества. В провинции Альбастан, где погода опустилась до минус 22 градусов, людям не предоставили жилья. Пострадавшие от землетрясения нуждаются в санузле, предметах гигиены, палатках и отопительном оборудовании. Напомним, что Хаю Чампа также организовала сбор первой необходимости и финансовых средств, чтобы на месте оказать соответствующую помощь. 20 февраля 1988 года в Степанакерте на внеочередном заседании Совета народных депутатов было принято решение обратиться к Верховным Советам Азербайджанской и Армянской ССР с требованием при их посредничестве вернуть НКО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. Внеочередное заседание областного совета длилось весь день. Тысячи людей на улице под снегом ждали решения. В полночь народные депутаты приняли историческое решение, присоединившись к тысячам участникам митинга. Позже народный депутат СССР Вачаган Григориан зачитал доклад от 20 февраля 1998 года внеочередного Совета народных депутатов НКО. Внеочередная сессия областного совета народных депутатов НКО 110 голосами против и 17 голосами за принимает следующее решение. Идя навстречу требованиям трудящихся НКО, просим Верховный совет Азербайджанской ССР и Верховный совет Армянской ССР проявить глубокое понимание чаяний армянского населения Нагорного Карабаха и решить вопрос о передаче НКО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. Одновременно ходатайствовать перед Верховным советом ССР о позитивном решении вопроса о передаче НКО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. В тот же день волна митингов охватывает Ереван и Арцах. Именно в этот день в Ереване началась демонстрация в поддержку армян Арцаха. Лицей Скютари – первый армянский светский лицей, основан в 1838 году в Скютарском районе Константинополя. В 30-е и 40-е годы XIX века широкое распространение получило образовательно-просветительское движение, в котором национальные дошкольные учреждения больше не могли удовлетворять требованиям в образовательной сфере. Стало острой необходимостью иметь в Западной Армении учебное заведение высокого уровня, готовящее национальные кадры. Проектированием и строительством здания занимались архитекторы Константинопольского двора Мверян и Полян. Открытие национального лицея-интерната состояло 9 декабря 1838 года. Поступило 50 студентов, 10 из которых учились бесплатно. Семинария имела свой внутренний устав. Преподавали армянский, французский, турецкую грамматику и прочие враженные предметы, также ремесла. В 1840 году Объединенное собрание представителей студенчества, преподавателей и общества Скютарской семинарии решило создать единое общество, которое взяло на себя ответственность за лицей. Армянский патриарх Константинополя устанавливает новое попечительство. Однако турецкое правительство не только не утверждает попечительство, но и арестовывает его членов. В ответ на этот шаг 24 августа 1841 года проходит демонстрация ремесленников, в которой принимают участие более 3000 человек. Турецкое правительство вынуждено освобождать заключенных, позже наказывая каждого. 3 октября 1841 года лицей закрывается. Здание расформировается в военный госпиталь. После долгих протестов в 1846 году здание возвращают армянам, разрешая вновь открыть лицей. Сын Западной Армении, миниатюрист Киликийской школы второй половины XIII века Торос Рослим, был назван искусствоведами как предшественник возрождения виртуоз орнамента. Творческая деятельность Рослина проходила в Риме, где в то время располагалась резиденция католикоса. Католикосы, служившие в Риме, уделяли большое внимание рукописной культуре, развитию письменности и рукописной живописи. Сформировавшаяся в рукописи католикоса школа миниатюры была главной среди других школ и оказала решающее влияние на дальнейшее развитие не только киликийского книгопечатания. Художник имел большой спрос, понимал заказы у королевской семьи принцев и высшего духовенства. Разрушение резиденции католикоса в 1292 году, где прошла жизнь Рослина, разрушение киликийского царства в 1375 году, где при взятии столицы лишили историков нового времени, в том числе историков искусства, не только ценных материалов политического характера, но и документации, связанных с деятелями культуры. Единственным источником биографии Рослина стали летописи его рукописей. Семь известных сегодня работ с подписью художника были выполнены за 13 лет, в период с 1256 года по 1268 год. И в заключение новостей послушаем музыкальное произведение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok